Почему Бог жалеет злодеев? Барайта рассказывает, когда Муше Рабену поднялся на небеса, чтобы получить Тору, он увидел, что святое благословен, он сидит и пишет, Бог долго сдерживает гнев. Муше спросил его, господин мира, ты долго сдерживаешь гнев только на праведников? А он ответил, и на злодеев. Почему же Бог удерживает свой гнев и на злодеев? Об этом пишет великий мудрец Раби Йосеф Машаш из Тель-Миссана. Он говорит, что такое поведение Бога имеет разные причины, открытые только ему благословенному. Например, может оказаться, что от этого злодея должен произойти праведный потомок или дается время на то, чтобы злодей раскаялся. Об этом есть история, которую Раби Йосеф прочел в рукописи. Произошла она в Тель-Миссане 200 лет назад. Жил человек, был он злодеем и поступал плохо. Звали его Масуд Хазиза. Не было такого греха и вины, такого преступления и бунта перед Богом, которого бы он не совершил. Он осквернял все святыни Израиля всеми видами осквернения, наносил ущерб и общине и отдельным людям. И он скрывался под сенью сановников арабов, которые защищали его, потому что у него был очень красивый голос, и он на их торжествах пел им арабские песни, в которых насмехался над своими братьями-евреями и колол их своим языком, как мечом к радости гоев, смеявшихся над нашей бедой. Однажды в Тель-Миссан прибыл уважаемый араб, сериф из потомков их пророка, переехавший из города Феса. Он сразу принялся наводить страх на золотых и серебряных дел мастеров, которые все были евреями. Он был завистлив, и душа его была жадной и ненасытной. Каждый предмет, каждое украшение он забирал себе за ту цену, которую назначал, и горе тому, кто осмеливался возражать и настаивать на своей цене. Наградой ему был ливень проклятий и побоев, поношений и плевков. Но кто мог указывать серифу, что делать? Однажды в канун Шивота в городе была устроена ярмарка. Съехались арабы из окрестных деревень, чтобы продать различные украшения торговцам-евреям. И один из них, его звали Авраам бен Саадон, купил два дорогих золотых браслета. Он еще раз плачивался с продавцом, как вдруг появился сериф и закричал на продавца. «Что ты продал этой собаке?» Тот поклонился и сказал. «Два золотых браслета». Тогда сериф сказал еврею. «Собака, положи эти браслеты мне в руку, и я посмотрю на них». Еврей в страхе ответил. «Пусть продавец вернет мне деньги, и я отдам браслеты». Сериф побагровел, и глаза его вылезли из орбит. «Ах ты, собака!» закричал он в гневе. «Ты мне не веришь? Теперь твои деньги не будут тебе возвращены, а браслеты тебе все равно придется отдать». Он поднял руку и ударил его по щекам, правой и левой схватил за бороду и потащил, бросил в уличную грязь и стал топтать. А все в ужасе смотрели на это, боясь вмешаться. «Только еврей!» кричал умоляюще. «Оставь меня, и я отдам тебе все, что ты требуешь». А сериф в ярости рычал, бил, колотил, легал и топтал. В этот момент на базаре появился Масуд Хазиза и увидел это зрелище. Поскольку он дружил с арабами и не боялся их, он бросился к серифу, толкнул его и повалил в грязь. При этом он чистил и позорил самого серифа и всех его предков вплоть до самого пророка и его веру. Изумленный сериф встал и достал меч из ножен. Масуд выхватил его и вонзил ему в живот. Сериф свалился пораженный насмерть, обливаясь кровью в уличной грязи. Началась паника. Масуда задержали и заключили в тюрьму, чтобы решить, к какой казни его приговорить за то, что он убил серифа и оскорбил их веру и их пророка. А Масуд был безмерно рад, что спас еврея от позора и всех ювелиров от несчастья. Врага серифа, который каждый день обижал их. И заслуга этой заповеди защитила его. В ночь, когда осветился праздник Шивот, небо затянули тучи и начался проливной дождь. Большая редкость для этого времени года. Потоки воды подмыли фундаменты многих домов. Стена тюрьмы тоже рухнула и все узники разбежались. Среди них был и Масуд, который бежал в Тунис и поселился там. Там он полностью раскаялся и создал великолепную семью, родил сыновей и дочерей, идущих по пути Торы. В Тель-Миссане евреи перестали терпеть несчастье сразу от двух врагов – от серифа-гонителя и от Масуда. Разница только в том, что не еврей пошел на вечный позор, а Масуд – к вечной жизни и в этом мире, и в будущем. Так что мы видим, сколько блага для мира приносит это божественное свойство – долготерпение даже для злодеев. Субтитры создавал DimaTorzok